Очень многие сейчас переживают по поводу того, жив ли Ким Вин Ын или уже не совсем. На сегодня мнения разделились и в зависимости от того, какие источники информации используются для освещения этой темы, ответ на этот вопрос получается диаметрально противоположный. Одни говорят о том, что еще рано радоваться и Ын, как и Путин, просто сидит в бункере и пережидает эпидемию коронавируса. По крайней мере и президент США Трамп и представители американского разведсообщества в конце прошлой недели говорили о том, что информации о тяжелой болезни Ын у них нет, а смерти вовсе речи не велось. Другие источники, в частности из Гонконга, сообщают о том, что Ын таки отправился в страну вечного Чучхе и носится на своем бронепоезде между горами ракет и еды. Якобы он уже в аналоге коммунистической Волгалы несется на бронепоезде и, высунув морду в окно, хлопает на ветру своими знаменитыми щеками. За этот вариант говорит сразу несколько наблюдений. КНДР как-то перестал опускать любимые Ынам ракеты. Там никого не расстреливали уже несколько дней. И самое главное, он не появился на праздновании 88-й годовщины Народно-революционной армии Северной Кореи, что может быть вызвано только экстренными обстоятельствами. С одной стороны, Ын может сидеть в бункере и ни с кем не общаться, поскольку кроме возраста, все остальное у него попадает в зону риска для коронавируса, включая сахарный диабет и серьезные проблемы сердечно-сосудистой системы. Если Путин сидит в бункере, то почему бы и хуню не посидеть, пока все уляжется? Впрочем, китайские источники рассказывают о том, что Ын почувствовал себя зле и запросил у Китая медицинскую помощь профильными врачами. По этим каналам пришли слухи о том, что, будучи в сельской местности, ему стало плохо прямо на глазах китайских светил, и его доставили в больницу для срочной операции. Но именно хирургическое вмешательство китайцы обеспечить не могли, и что-то там на сердце оперировал северокорейский хирург, и ввиду того, что руки у него дрожали, Ын оказался слегка мертвым. Японские же источники говорят о том, что он скорее жив, чем мертв, но находится в пограничном состоянии между огурцом и помидором. Якобы жизнь диктатора поддерживается искусственно, а его мозг уже умер. С другой стороны, когда он расстрелял своего дядю из зенитного пулемета и в 2017 году убил своего старшего сводного брата в Малайзии, уже возникали сомнения о том, что мозг у него функционирует нормально. Таким образом, если Ким сидит в бункере, то скоро он оттуда вылезет, а если нет, то в ближайшее время официальная пропаганда Северной Кореи должна сделать сообщение. Так было с его дедушкой Ким Ир Сеном и папой Ким Чен Иром. В среднем пауза между датой смерти и датой сообщения о смерти составила 4 дня. Кстати, оба умерли от сердечного приступа. Это время нужно для того, чтобы провести все формальности передачи власти, и когда объявляется о наличии Верховного Жмура, власть уже находится в руках преемника. Поскольку за все время существования КНДР власть не покидала пределов семьи, то есть большая доля вероятности передачи ее сводной сестре Ина, 31-летней Ким Йон Чен. Лидера женщины в КНДР еще не было, но все может быть. Тем более, что она была в очень близком кругу и помогала ему в его правлении. Так что барышня в курсе всех тонкостей северокорейской власти. В любом случае, надо ждать официального заявления прессы КНДР, поскольку все остальное – домыслы.